Автомобили ВАЗ Автомобили ВАЗ Автомобили ВАЗ Автомобили ВАЗ Автомобили ВАЗ Я хочу купить компьютер Салон предлагает на выбор Либо фирменный компьютер с мировым именем Так называемый бренднейм Либо машину собственной сборки С фирменным знаком компании и магазина Либо аппарат без названия Ноунейм В чем разница между этими аппаратами Кроме цены, покупателю не в домек Вот если бы продавец позволил заглянуть внутрь. Зачастую, подняв крышку компьютера брендные, вы можете увидеть те же самые комплектующие, которые стоят и в компьютерах отечественной сборки. Скажем, известная и знаменитая фирма, которая выпускает компьютеры, на которых написана фирма Аббация условно. Но если ее открыть, вы увидите там сборную солянку самых разнообразных комплектующих, самых разнообразных фирм-производителей. И транснациональные гиганты, и российские фирмы, обычно занимаются только сборкой компьютеров, а комплектующие покупают у одних и тех же производителей, как правило, на Тайване, в Сингапуре и Китае, там, где рабочая сила подешевле. Правда, гиганты строже контролируют качество деталей, которыми начиняют свои аппараты. Кроме того, считается, что уровень сборки у них повыше. Но! У транснациональной компании заводы разбросаны по всему миру. В Западной Европе она продает компьютер, который там же в Европе и собрали. А в России предлагает аппарат, собранный на ее восточных фабриках, руками российских или китайских рабочих. В таком случае, чем же бренднейм отличается от небренднейма? Вот какой, собственно, выбрать? А, в общем-то, это особой разницы не составляет. На самом деле, что бы вы ни выбрали, вы купите время на одно и то же. Только бренднейм обойдется вам значительно дороже. За что? За имя, за торговую марку. Приобретая же продукт отечественного производства, вы часто рискуете. Хотя здесь можно свести риск к минимуму, если вы приобретете, купите компьютер известного российского производителя. Потому что такие фирмы тоже забыть о своем имидже и просто не хотят обманывать покупателя. Экономный покупатель может остановить выбор на российском компьютере. Машина куплена, подключена, работает исправно, пишет, читает. Можно сыграть с ней в крестики-нолики и разложить пасьянс. Но посмотреть кино или отправиться на охоту за кровожадными монстрами этот аппарат не позволит. Значит, в магазине была допущена ошибка. Вместо домашнего компьютера для развлечений куплен офисный для работы. Ошибка серьезная и непоправимая. К сожалению, вот заменить качественный компьютер в соответствии с нынешним законодательством защиты прав потребителей невозможно. То есть вы приобрели компьютер, если он исправен, вы его не сможете заменить и вернуть производителю без его согласия. То есть закон вам здесь не поможет. Стартуем. Попытаемся еще раз. Мимо дешевых рекламных объявлений, мимо мелких подвальных фирм, в крупный салон, у которого есть собственная сервисная служба. Если есть желание сэкономить, просим российский аппарат. Я хочу купить компьютер. И снова продавец предлагает три варианта. Первый для секретарской работы и дела производства. Второй помощнее для бухгалтерии. Третий мультимедийный. Мультимедийный, он же домашний компьютер, как это ни парадоксально, гораздо мощнее офисного, поскольку обязан не только писать и считать, но еще играть, петь, показывать кино. Мультимедийная машина куплена, установлена и без устали развлекает своего владельца. Но через месяц-другой развлечения начинают надоедать. Хочется чего-то нового, полезного. Например, создать домашний фотоархив или самостоятельно смонтировать и озвучить видеофильм. А компьютер этого не может. Не хватает мощности, быстродействия или каких-нибудь комплектующих. Значит, игрок опять сделал неверный ход. Ну, как вам сказать, стандартный компьютер это компьютер рассчитанный на какого-то осредненного потребителя. Вот выводится некоторое среднее. Подходит вам стандартный компьютер или не подходит? Как правило, все-таки не подходит. И вот тогда идут и этот компьютер заказывают. Попытка номер три. Мимо радиорынка в салон-магазин. Мимо офисных аппаратов к мультимедийному. Но на готовый компьютер больше не смотрим. Просим машину на заказ. Я хочу купить компьютер. Компьютер на заказ все равно, что костюм по индивидуальной мерке. Рукава не болтаются, в плечах не жмет. Главное, как можно подробнее рассказать менеджеру, для чего нужен аппарат. И в ближайшее время, и в перспективе. Тогда можно будет получить машину на вырост. Кстати, компьютер индивидуальной сборки обойдется не дороже готового. В крупных фирмах услуги по сборке бесплатные. А отказавшись от каких-то ненужных функций можно еще и сэкономить. Если фирма разрешит, не лишне взглянуть на рабочее место сборщика. Чистота – залог здоровья компьютера. От грязи, попавшей на контакты, детали сгорают. Если сборщик не против, можно и его осмотреть. Опытный специалист, собирая компьютер, работает одним инструментом – отверткой. Другими подручными средствами не пользуется. На запястье у него браслет заземления, который не позволяет статическому напряжению сжечь микросхемы. Для того, чтобы собрать компьютер с нуля, скажем так, полностью, полтора-два часа на именно работу за железом. Чтобы железо заработало, мастер должен вложить в него главную программу, которая называется операционная система. Настроить ее и показать клиенту все возможности компьютера. Как он пишет, считает, играет, поет, показывает кино. Аппарат заказан, собран, проверен, оплачен, привезен домой и установлен на почетном месте. Спешить и бежать больше некуда. Можно отдохнуть за компьютером, конечно. Подведем итог. Выигрышный вариант – это компьютер на заказ. Только не нужно доверять его сборку подвальной фирме. А что именно стоит заказывать? Какая начинка должна быть у домашнего компьютера? Об этом мы расскажем завтра. До встречи в компьютере.